По версии российских пропагандистов, живут в Великой Духовной хорошо. Не считая разруха, остались далеко в 90-х. Россия богатейшая страна, запасы нефти и газа которой могут позволить ей практически всё. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых, закрепиться в пятёрке крупнейших мировых экономик. Но достается ли хоть что-нибудь от природных запасов страны простым жителям РФ, людям, которым по праву принадлежат эти ресурсы? Он отобрал у нас газ, отобрал нет. Это достояние нашего народа. Всё разрушено, некуда пойти работать, некуда. А он по телевизору утверждает, экономика растёт, ВВП растёт. Да ничего у нас не растёт. Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, уже десятилетиями не решаются одни и те же проблемы. Это видеообращение Путину жители села Аполлоновка в Омской области записали зимой этого года. Президенту РФ люди пожаловались на множество бытовых проблем в деревне, с которыми они безрезультатно пытаются бороться уже долгие годы. Но газа в деревне нет. С водоснабжением такая же самая история. Колодезная вода здесь имеет солоноватый привкус. Для технических нужд и полива она пригодна. А вот человеку её употреблять опасно, чревата болезнями почек. И ещё много-много больных тем, которые в современном мире, нигде-либо, а во вставшей с колен стране, уж никак не должны беспокоить людей. Чтобы опубликовать своё обращение, Аполлоновцам пришлось ехать в райцентр. В селе связи нет. Никакой. Ни мобильной, ни стационарной. Говорят, флешку с записью в город демонстративно отвезли на телеге. Возможно, если бы у жителей Аполлоновки не было проблем с интернетом и связью, они бы знали, что подобных видеообращений президенту РФ сегодня в сети просто масса. И практически все они, конечно же, остаются без ответа. Прошу вас, умоляю, помогите. Господин президент, помогите нам! Выживать россиянам в сверхдержаве приходится совсем по-разному. Стоит только заглянуть в интернет. Шокирующее видео из Пензы в центре внимания инвалид-колясочник, который поднимается к себе в квартиру через балкон. Только вдумайтесь, такой экстрим пожилому мужчине на инвалидной коляске приходится преодолевать каждый раз, чтобы только выйти на улицу. Помогает ему в этом примитивное самодельное устройство, которое поднимает инвалида с земли к нему на балкон. Только чтобы пользоваться подъемником инвалиду, приходится возить с собой специальную палку с ее помощью. Он может дотянуться с земли до пульта управления на уровне второго этажа, ну и затем следует вот такое двухминутное путешествие в раскачивающемся на ветру инвалидном кресле. А других вариантов у мужчины нет. В его доме попросту отсутствует лифт или даже пантус. Эти волгоградцы живут в доме 1894 года постройки, который изначально вообще был конюшней. А потом негде людям было жить. Вот эти перегородки поделали, стали, квартиры сделали. Фундамент разрушился, стены в трещинах, в окнах огромные щели. Сейчас можем пол поднять, и там вода стоит. Стенки на полтора метра где-то сырые. Сегодня дом, которому уже более 130 лет, просто разваливается на глазах. Но в федеральную программу по расселению из аварийных домов жители улицы Арсеньева почему-то не попали. В Единую Россию не обращались? Нет. Как же? В Единой России 40 раз обращались. Вот и приходится людям многие годы мучиться без элементарных бытовых условий. И это в 21 веке. Такова она, забота о своем народе. Газа нет, тоже баллоны у нас. Мы покупаем за свои деньги, дрова и уголь за свои деньги. Воды у нас нет зимой и летом, но мы платим. За дымоходы, за штатчистку, за лифт. Приходят квитанции, за лифт платить. Ну это смешно. Так смешно, что даже плакать хочется. С этим наверняка согласятся и жители города Аллагир. Их дом еще 12 лет назад признали аварийным. Но заветного расселения люди все никак не дождутся. Мы не знаем, когда вот этот дом на нас рушится, уже начнет. У нас подвал, вот по пояс там воды. У нас дети, их не видно от укусов комаров. Похожая ситуация и во Владикавказе. Многоквартирный, аварийный дом и все такие же невыносимые бытовые условия. Обшарпанные стены, потолок, оголеные провода и ванна посреди кухни. Забили вот эти трубы, потому что здесь гейзер. Он бьет под дом. Здесь нет цокольного перекрытия. Здесь просто земляной настил. Там все вымыло уже. Там продавило все, канализация все льется под дом. Люди находятся в постоянном страхе. И это естественно. Жить в таком здании очень небезопасно. Проводка в доме постоянно каратит. А стены просто разрушаются на глазах. Некоторые жильцы все-таки решили сделать ремонт в своих квартирах. После установки первых окон стена обрушилась. Она была на этом месте. Дальше провалился пол. До жуткого отчаяния доведены и жители Энгельса. Условия, в которых эти люди живут уже более 30 лет, просто нечеловеческие. Мы на что, военное время, что ли? Что в вагончике люди живут? Ну, одним словом, нас бросили. Мы никому стали не нужны. Эти бараки в поселке Мостоотряд были построены еще в 50-х годах. Тогда предполагалось, что это будет временное жилье для рабочих, которые строили Саратовский мост. Но с годами расселили только часть домов. На сегодняшний день в таких постройках живет более 200 семей. Ни воды нет в доме, ничего. Колонка. Входим все в колонку. В коридоре все вот сыпется, вот сыпется. Потолки все отсыпаются. Все, полы на покапте, депутаты ничего не хотят. Комфорт им только снится. А наяву старые бараки, которые вот-вот развалятся, никаких бытовых благ, полнейшее безразличие со стороны властей и ежемесячные траты на бессмысленный ремонт. Течет вода у меня по потолкам. Вы знаете, просто сил нет никаких. Вот жить не хочется. Я лишний раз покушать хочется, а я должна эти доски покупать, потолки. Только вдумайтесь, с 2010 года жителям поселка еще и стали начислять плату за общедымовые нужды, установив счетчики электроэнергии. Люди считают, что муниципалитет сфальсифицировал протоколы общего собрания жильцов, согласно которым все дома переданы на самоуправление. Если не будет платить, они говорят, отрежем свет. Если вы думаете, что в таких немыслимых условиях приходится выживать жителям отдаленных поселков России, то вы сильно ошибаетесь. Вот, пожалуйста, подмосковная Балашиха. В 21 веке жильцы этого дома мечтают о простом туалете. Кажется, что время в этом дворе в Балашихе остановилось. Жители дома на Вишняковском шоссе, как в Средневековье, выносят отходы на улицу. Вот глубина ямы. Тут взрослому человеку упадет, тяжело выбраться. А что говорить про ребенка? Этот дом тоже строили как временное жилье еще в 30-е годы. Конечно, в нем нет ни канализации, ни водопровода. Вот, пожалуйста, бедра, на которые ходят в туалет. И так же эти бедра вот вливаются. Туалет, который находился во дворе многие годы, в конце концов, рухнул из-за старости. Но люди по привычке продолжили выливать нечистоты на старое место. До ближайшего жилого дома не меньше 10 метров. Мы не можем открыть окно, дышать в квартире нечем. Летом у нас окна полностью закрыты, ну и вид опять же. И это еще раз повторимся. Кадры из Подмосковья. Зима 18-го года. Еще в 41-м году прошлого века, неподалеку от поселка Елшанка, Ленинского района города Саратов, были найдены залежи природного газа. Сюда на строительство газопровода стали съезжаться люди с разных деревень и районов города. Пленные немцы строили для них дома барачного типа, в которых жителям Елшанки приходится жить и по сей день. А мы живем уже здесь 4 поколения, как военно-пленные немцы. Наш прекрасный двор, в котором мы проживаем. Вот этими туалетами пользоваться нельзя. Тут крысы. И вот этим всем дышат наши дети, когда мы выходим с ними гулять. В этих бараках, которые сегодня просто наладан дышат, сменилось уже несколько поколений. Люди выживают как могут. Потолки обваливаются, пол сгнил, вокруг плесень, а стены вот-вот завалятся. А туда стена уже у нас, вниз она падает уже туда. Мыши, блохи, ребенка вообще заели. Ты утром встал и горит напротив дом. До этого еще один там дом сгорел. У нас здесь то начинает сверхать, мы быстрее лампочки все свет по-выключаем. Здесь же проводка вся наружу, все сгнившее. Жить вообще нельзя. Ежедневно людям остается надеяться и молиться, чтобы не случилось беды еще страшнее. Люстра была, мы сняли, светильник был здесь. Мы сняли, заливала, и прям вода, пол лампочки воды. Когда-нибудь взорвется, сгорим. Живя в жутком страхе за свою жизнь и жизнь своих близких, люди десятилетиями просят власть расселить из старых бараков новое жилье. У меня мечта переехать отсюда в нормальные, хорошие условия. Впрочем, в РФ нет никакой гарантии, что люди, переехавшие из ветхого жилья в новое, наконец-то смогут вздохнуть спокойно. Расселяли аварийный фонд, но новые дома сдали жителям в таком виде, что находиться там просто страшно. Эти жители города Кулебаки долгие годы ждали переселения из аварийных домов в новое жилье. Торчащая проводка, грибок, плесень, осыпающийся фасад и многие другие прелести, которые явно не должны были увидеть люди в новом жилье. Стоит взглянуть и на это строительное недоразумение, которое предоставили жителям города Урена по программе переселения ветхого фонда. Вот такие трубы у нас красиво торчат не только в подъезде, но еще в некоторых квартирах. Сырое, плесень, черно-зеленая плесень от флаги. Я говорю, такое ощущение, что не людям стоит, а какому-то быдлу. Вамирающие города, уничтоженные предприятия и люди, которые вынуждены бороться за существование и просто сводить концы с концами. Разве так может быть в стране, называющей себя успешной великой? Это просто издевательство. Я считаю, что так в нашей стране не должно этого быть. А ведь запасы нефти и газа в РФ могли бы позволить россиянам даже и не задумываться в современном мире о существовании таких средневековых проблем. Ну а пока с нынешним руководством в Кремле людям приходится мириться с такой жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова